Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Эта неделя будет теплее, чем предыдущие. Нас ждет солнечная теплая погода, которая будет только способствовать повышению аппетита и активности рыбы. В конце сентября, в разгар осеннего сезона, поведение водной фауны значительно меняется, так же как и ее рацион. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле плотвы, красноперки, щуки и язи, но обо всем по порядку. Температура воздуха днем на этой неделе будет на уровне от плюс 17 до плюс 21 градуса, а в темную пору от плюс 9 до плюс 14. Ветер в среду сменится с северного на южный и будет достигать до 5 метров в секунду. Давление воздуха будет близким к норме, составляя в среднем 755 миллиметров ртутного столба. При тихой, спокойной и стабильной погоде значимую роль в поведении рыбы играет и фаза луны. В течение практически всей недели она продолжит расти, а к выходным ночное небо увенчается полной луной. Лучшими днями для ловли рыбы, исходя из лунного календаря рыболова, станут с понедельника по четверг. С повышением прозрачности воды крупная платва начинает свой отход на более глубокие участки. Средние и небольшие экземпляры же останутся на своих привычных местах кормежки. Лучшими местами для ловли будут закоряженные участки и глубокие ямы, особенно если они находятся рядом с плотинами и перекатами. Насадки растительного происхождения платву практически не интересуют. Ловля чаще всего проходит на поплавочные удилища с лодки или с берега. В качестве приманки отлично послужат опарыш, мотыль и навозный черт. Прикормка обязательный атрибут сентябрьской ловли платвы. Она должна состоять из мелких фракций и быть предельно дозированной, дабы не перекормить рыбу. Теплолюбивая красноперка значительно повысит свою активность на этой неделе, благодаря небольшому потеплению и солнечной погоде. Эта рыба обычно кормится большими группами и ждет первых серьезных похолоданий, чтобы залечь на зимовальные ямы. Найти ее можно где угодно, от небольших прудов до речных заливов. Там она усиленно кормится в участках с обилием донной растительности. Ее ловля проходит при помощи матчевых и поплавочных снастей с леской диаметром до 0,25 мм. Лучшими приманками выступят червь, опарыш и головастик, насаженные на небольшой, но крепкий крючок. Ближе к концу сентября вода в различных глубинах выравнивается по температуре и кислородному балансу, а потому щуку можно будет найти во всех горизонтах водоема. Предчувствие близящихся холодов заставит хищницу усиленно питаться и с азартом гоняться за рыбой, постоянно перемещаясь по водоему в поисках ее стоянок. Для ловли с берега вам понадобится спиннинг длиной около 3 метров и тестом до 40 грамм. Диаметр лески 0,32 мм, плетеный 0,2 мм. Лучшими приманками станут крупные блесна и мастер, а для троллинговой ловли понадобятся специализированные воблеры класса Миноу. Осенью ясть обычно держится на небольшой глубине с корягами или другими естественными укрытиями. В солнечную погоду эта рыба поднимается в менее глубокие горизонты воды, нередко подходит к плотинам. Ловли этой рыбы проходят при помощи самых различных типов снастей. Спиннингом ловят на небольшие воблеры, твистеры, виброхвосты и вращающиеся блесна. Рыба также неплохо клюет и на пучок мотыля или паренный горох при ловле на поплавочную удочку. Донные снасти наязя забрасываются в сентябре не глубже, чем на 2 метра и при этом как можно дальше от берега. Подведем итог. На этой неделе нас ждет ясная тихая погода, которая будет способствовать хорошей рыбалке. Крупная плотва уходит ближе к дну водоема. Ловим на поплавок, на опарыша, червя или мотыля. Красноперку можно найти в местах водоема с обилием водной растительности. Также ловим поплавочной снастью на опарыша, червя или головастика. Щука рассредотачивается по всему водоему, гоняясь за мелкой рыбешкой. Ловим спиннингом, тестом до 40 грамм, на блесна или костмастеры или троллингом, на воблеры классами ноу. Язя ловим на поплавочные, спиннинговые или донные снасти, на пучок червей, распаренный горох, искусственные приманки или живца. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.